Да, эта мне уже была не нужна, необходимости в ней не было, поэтому я решил ее продать. Свою машину он не видел 4 месяца. Сергей Судин пострадал от мошенников, продавал Калину через интернет. Затем позвонили из автосалона и предложили помощь за небольшой процент. Поехал, посмотрел, довольно-таки много машин, бюджетные, элитные, всякие. Машину оставил и уехал, а спустя полмесяца ее на стоянке уже не было. Затем закрыли и саму фирму. Автомобиль Сергея полицейские нашли только на днях, в пригороде Энгельса. На ней уже ездил новый владелец. В итоге Калину изъяли. ПТС у меня было заранее подписано, а вот договор купли-продажи, когда они оформляли, они ее, очевидно, подделали. Потому что в договоре купли-продажи я не расписывался. Есть в ПТС и есть договор комиссии. Там мои подписи стоят. В договоре купли-продажи я не расписывался. От гепарда здесь не следа. Так называется фирма, которая находилась на одной из автостоянок в поселке Солнечный. Бизнесмены занимались продажей поддержанных машин. Ворота закрыты, площадка пустая. По словам людей, они остались и без денег, и без машин. Я выложила машину на авито, то есть именно позвонили с гепард авто, предложили свои услуги. То, что приезжайте, мы вам все сделаем, все будет в лучшем виде. Я им названивала, звонила ежедневно. Они мне говорили, нет, машина стоит, ее в кредит не одобрили и так далее. И в итоге я узнаю, что 8 ноября ее продали. А по договору 1 ноября. 82 автомобиля столько успели продать сотрудники этой фирмы. И дешевые, и дорогие. Всего, по словам правоохранителей, ущерб составил порядка 30 миллионов рублей. Директора фирмы Гепард авто уже арестовали. Он сидит дома. Они брали автомобили на реализацию, а вырученные деньги владельцам автомобиля не отдавали, а присваили непосредственно себе. В этом году на личном приеме прокурора области представитель инициативной группы граждан рассказала о имеющейся проблеме. И с этим прокуратура области и ход расслабления головного дела был взят на контроль. Остальные 80 с лишним машин сейчас ищут по всей области. Полицейские объявили их в розыск. По словам экспертов, вернуть свои авто люди смогут, но будет непросто. Некоторые машины мошенники могли оформить на подстанных лиц и отправить в другие регионы.